Частицы истории Иванова теперь не только в Краеведческом музее, но и в художественном. В четверг здесь открылась выставка работ Андрея Мадекина. Экспозицию не случайно назвали «Текстильная история». Дело в том, что историю текстильного производства в Иванове творили предки Андрея. Сам автор в Иванове никогда не жил, но с детства слышал о нем и знает имена Горелина и Бурылина. Он потомок трех династий крупных ивановских фабрикантов. Три замечательных рода – Дербеневых, Фокиных, Марокиных. Так случилось, что они переплелись в единый такой род в лице как раз нашего автора Андрея Мадекина. И мы показываем не только ткани вот этих производств именно вот этих родов, но и нашего современника, такого благодарного потомка, который сумел собрать, сохранить, исследовать. Текстильная история моего рода, она восходит к началу XIX века, когда мои прапрапрадеды начали текстильное производство. Они выкупились из крепостной зависимости и потихонечку стали развивать вот мануфактурное дело. Значит, это у меня материнская линия. По линии бабушки с маминой стороне, моим предком является Павел Никонорович Дербенев, который долгое время, более 20 лет, был во главе города Иваново-Вознесинска. Конечно, я все время, имена Бурылина, Горелина, Фокиных, Гондуриных, они все время у меня были на слуху. Поэтому в целом я представлял. Но я, конечно, не ожидал, что такие масштабы. После революции династия потеряла все свои производства, но память осталась. Историю своей семьи Андрей Мадекин знал с детства и с ранних лет мечтал стать художником. В конечном счете его творческий путь привел его обратно к текстильному производству, пусть и не массовому. Это мастер называет судьбой. Я думаю, да, что это зов кролики, какой-то такой генетический выбор, потому что с детства я хотел быть художником. Но мне было практически все равно, в какой институт идти. И просто так сложилось, что был человек, который меня готовил к институту. Именно это институт, Московский технологический институт. Там хороший факультет декоративно-прикладного искусства. И как раз я попал в группу текстильного дизайна. И кроме того, что интересно, что в 1982 году нас привозили в Иваново и в Брылинском музее мы проходили практику по копированию дореволюционных тканей. Спустя годы судьба снова привела Андрея Выванова с персональной выставкой. В экспозиции около 40 работ, несколько картин, но большая часть это гобелены. На создание этих уникальных полотен автора вдохновляет история разных культур. От библейских мотивов до сказаний далеких стран. Мне интересно погружаться в исторические сюжеты, потому что я в них чувствую какую-то глубину и такую мощь веков, которая стоит за ними. Потому что очень интересно разрабатывать сюжет, на который уже в истории искусства имеет очень глубокую традицию. Больше всего в своем творчестве художник ценит его монументальность. Каждая работа, рождается долго. От идеи до воплощения порой проходят годы. Но от этого полотно становится чем-то большим, чем просто картина. Я себя как бы ощущаю в том ряду с большими художниками, которые делали большие фрески, росписи, картины писали по многу лет. Это сейчас часто большие работы создаются за несколько часов. Работы Андрея Мадекина хранятся во многих частных коллекциях. Есть они и в крупных российских музеях. Те, что остались у автора, он решил представить в Иванове. Городе, чья история сплетена с его личной прямо как нити в гобелине.